Жми лайк этому фрешу, набираем тут тысячу лайков и сразу делаем новый выпуск. Давайте, ребята, поднажмем. Здарова, ребят, с вами Илья, это Игра День, и новый выпуск рубрики Игровой Андроид Фреш. Сегодня вас ждут новости, новинки игровой мобильной индустрии, а также категория полезности. Так что запаситесь чайком, подготовьте память на своих телефонах и поехали. И начинаем мы с категории игрушек, и первая игра на сегодня это Фортнайт. Эта игрушка получила обновление Бэтмен и Готэм Сити уже Фортнайт в честь 80-летия супергероя. И такого, я думаю, многие не ожидали. Любимый супергерой теперь в игрушке Фортнайт, и выглядит это реально очень зрелищно, круто и свежо, на мой взгляд. Из-за области разлома Фортнайт появился Готэм Сити и, конечно же, наш любимый Бэтмен. Вместе с ним разработчики предлагают нам космические предметы в виде крестоносца в маске, экипировку женщины-кошки и другие классные предметы. И, короче, ребят, качайте, мобильная версия уже тоже получила обновление, так что го в магазине приложение. Идём дальше, и для PUBG Mobile Lite вышло обновление с новой картой Golden Woods и аркадным крутым режимом. PUBG Mobile Lite это облегчённая версия популярной королевской битвы для бюджетных устройств. И вот игрушка недавно вышла и уже получила крутое обновление здесь. Главной фишкой этого апдейта станет именно новая карта, которая будет эксклюзивом именно лайт-версии. И это очень круто. Она, разумеется, меньше локаций и незабычной PUBG Mobile, но это подразумевает уже более быстрые и динамичные матчи. Короче, тоже рекомендую. Pixel Grid Online. Совместный пиксель-арт проект. Это очень бодрая игрушка, где мы вместе со случайным игроком с любой точки нашей планеты можем создать пиксель-арт картину. Звучит круто, и тут что здорово, можно реально творчески подойти к делу. У нас будет поначалу два цвета в палитре, но потом это дело можно увеличить и создать реально крутые картины. Также из интересного все новые картины появляются на главном меню игры, и тут уже можно увидеть своё творение. На самом деле у некоторых работы реально очень клёвые, так что рекомендую вам тоже проявить фантазию, творчество и подключиться к этой теме. Игра Battle Prime продолжает обновляться, и так за сентябрь вышло уже два крутых обновления. Недавно появилась новая карта, как раз сейчас она продемонстрирована на видео, ну и также совсем недавно завезли новый мод в обновлении студии. Blitz Team представила свой проект ещё пару месяцев назад, но уже много-много обновлений вышло, и теперь ждём релиз чуть позже в этом году. Пока что игра доступна в режиме пробного запуска на Филиппинах, но глобально она тоже должна уже скоро появиться. Что ж, идём дальше, и регистрируемся для участия в бета-тесте экшена Genshin Impact. В следующем году состоится релиз этого зрелищного экшена, который многие успели окрестить мобильной игрушкой The Legend of Zelda. Игра, в отличие от Ocean Core, будет и на Android, и на iOS, и это весьма круто. Сейчас разработчики приглашают пройти регистрацию на официальном сайте, так что рекомендую вам принять участие в этой движухе, и ссылочка будет в моём топе, туда все заваливаемся. Path of Gens игра также получила обновление. Путь гигантов — это удивительная дорога через ледяные пещеры, покрытые снегом скалой, где нужно помочь трем героям пройти испытания, чтобы найти утраченную силу. Каждый уровень тщательно продуман и создан так, чтобы исследование этого давно забытого уголка позволило наслаждаться красотой и спокойствием. Каждый глонг рассчитан на трёх персонажей, поэтому для её решения нужно использовать всех трёх героев. Так, ну и теперь, ребят, напоследок категория полезности, и я хочу порекомендовать офигенную гарнитуру, которую сам использует для мобильного гейминга, и это SteelSeries Artis 1. Это шикарная гарнитура, которая подойдёт абсолютно для всех игровых девайсов. Нас ждёт качественный звук, отличные материалы, шикарное качество исполнения и строгий крутой дизайн. Тут тканевые амбушюры, вес гарнитуры, кстати, тоже комфортный, так что для мобилки будет самое то. Ну, а микрофон, кстати, можно в любой момент убрать и не использовать, и, допустим, для улицы тоже будет отличное решение. Короче, всем рекомендую. Ну и последняя новость на сегодня, и Google запустила сервис Play Pass, с помощью которого пользователи могут оформить подписку на приложение и игры в Google Play без рекламы и встроенных покупок. В отличие от той же Apple Arcade, сервис открывает доступ не только к игрушкам, но и к приложениям, доступным в Google Play. Всё это будет по фиксированной цене в 5 баксов, но, как я понял, к сожалению, тут не будет особого какого-то эксклюзивного контента, в отличие от той же Apple Arcade. Ну, может быть, это дело появится, и тогда будет ещё больше мотивации это попробовать. Так, ну что, ребята, на этом наш выпуск подходит к концу, и, как всегда, жду от вас лайки, комментарии и побольше активности. Ну и, само собой, подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали, и вы тогда всегда будете в теме всех мобильных игрушек. Ну, а так у микрофона был, как всегда, Илья, и увидимся в новых видосах. До скорых встреч, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok